Добрый день, дорогие друзья! 28 июля отмечается день рождения знаменитого писателя, художника и фольклориста Бориса Викторовича Шергена. Он родился в Архангельске в 1893 году. За свои 80 лет жизни писатель создал множество произведений, сказы, поморские были, старины, рассказы. Также Борис Шерген ввел дневники, которые представляют большую литературную ценность. Сегодня мы обратимся к одному из рассказов писателя, который называется «Соломонида золотоволосая». Чем была примечательна жизнь юнической крестьянки? Сейчас узнаем. Итак, Борис Шерген, «Соломонида золотоволосая». Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию. Здесь передаю дословный рассказ пиньжской крестьянки Соломониды Ивановны Томиловой в замужестве черной. «Наша река Пиньга выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, а пролистые горы берега. Мы прибежали на Пиньгу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит, годов семьсот назад. Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, жёнки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколочины. Я от юности до старости не бывала в выездном городе. Держали мы коров да овец, промышляли сёмку. Земля у нас не хлебородимая. Когда мужа взяли на Первую Отечественную войну, я одна впахала в сухой поле, посеяла шесть будов житой ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от неё не отвяжешься. Посеемся, сходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, значит, своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промышлять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот бельщих шкурок выносили. Куница, белка, сёмка — товар дорогой, а скупщики платили дёшево. Одевались мы пряжей, пряли лён, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. И за дня в день сидим за пряжей, за тканьём. Я бывала за один день выпку двадцать четыре оршина полотна. Ещё у нас, у девиц, у жёнок, летом была забота ягоды собирать. Я бывала по два пуда черники вынашивала, в лесу и ночую. Черников вычёсывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубами. Однажды беру чернику, всыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижала спиной к берёзе, а медведица начала на меня плевать. Потом стала моутрать, всю меня мхом залепила, а у меня с собой были спички, я и зажгла на берёзе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики, и она за ними ушла. Однажды проходили нашими деревнями учёные люди. Говорят, какая у вас природа прекрасная! А мы работаем, не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится. Так и прошла моя молодость день за днём, год за годом. Одна была отрада. Я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважительной старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплёте с медными застёжками. А я не знаю, как к книге приступиться. Открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы. Из букв складывались слова. И я пристрастилась к книгам. Дома читать было нельзя. Девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлеб чистить. Я управлюсь быстро. Из-за пазухи книгу выну. Сижу около коровушки и читаю. Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из сундука свой подвенечный наряд. В этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подолу круглые серебряные пуговицы. Стали приложить жемчужное кружево. В уши делись жемчужные серьги. Вижу на себе подвенечный наряд. Спрашиваю, кого замуж вы даёте? Почему на меня примеряете? Отец отвечает, выдаём тебя замуж за Степана Чёрного. Сегодня к нам придут сваты. Я заплакала. Отец говорит, сядь, молчи. Реветь будешь поусталу, когда девицы запоют песню. А в доме у жениха такие же сборы. Надели на него шёлковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами. Сваты собрались, а Степана нет. Не влезли, убежал. А он дома за углом сидит с ребятишками, карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шёлк. Отец и схватил его за кудри, и ведёт по деревне к нашему дому. А Степан идёт, слезами обливается, плачет с причечью. Тятенька, не хочу жениться. Народ смеётся. Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь. Зашли в избу. Я встала, поклонилась, спросила. Степан Митриевич, почему ты меня выбрал? Его отец говорит, выбирать не его дело и не твоё. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берём, не за отцового богатства. Берём тебя за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила. Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь. Муж меня ни разу в жизнь не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовёт меня рыжая беда? А в деревне прозвище мне было Соломонита Золотоволосая. Кроме книг, меня от юности до старости осталась ещё одна отрата. Каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубила чурок, вытесла птиц, зверей, людей и приколотила крылечным столбиком. Отец забронился. У тебя на уме одни потешки. Тогда я под князьевое бревно, которое крышу содержит, вытесла солнце со звёздами. Отец это похвалил. Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он со скутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьёт полотненного человечка, набьёт линными очёсками и оденет по нашей моде. Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал. Шёлковые и бархатные. Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой. И получаем письмо из Москвы. Все российские города обошёл и объездил. После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал у меня. Уже ли ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Проезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдётся. Слово моё, тайное и крайное. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск. Оттуда по железной дороге в Москву. Адрес дал точно. Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят, ты, маменька, что-то задумала. Я отвечала, задумалась плавать в Москву на месяц. Вы, взрослые, с отцом будете хозяйством управлять. Пришла весна. Большие воды. Пароход к нашим деревням подошёл. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьёй большим обычаем простилась. Коровушкам ноги поклонилась. Никто из семейных мне подверёк слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед. Соломонида, не плавай! Я заплакала. Большая с ним никогда не виделась. В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слышать рассказы и читать книги. Один день старшие, другой мелкие ребятишки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтобы старшие не путались с младшими. Конителей было много. Вечером к заведующей приходили художники показать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу. Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине. Я рассказываю и рисую промышленные снасти, что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают слово не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне растелю во весь стол кусок обоев. Я обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно. Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук. Пригодится внукам. Краски мои были бакса черная, бакса коричневый цвет. На вересину навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой. И начнет моя рука летать, как птица из края в край. Нельзя уронить капельки. Обои, материал рыхлый, ягодный сок жидкий. Художники стоят, дивятся. Я говорю, что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху? Они отвечают. Соломанида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок. Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала. Вот такой замечательный рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова много книг Бориса Шергина. Пожалуйста, приходите, читайте и открывайте для себя творчество этого писателя. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok